Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. После выпуска вчерашнего видео очень много появилось недовольных людей, которые сказали, что я неправильный клиент, я неправильно выбираю и я неправильно покупаю. И вы знаете, я даже с вами соглашусь. Я тоже считаю, что все клиенты, которые у меня не покупают, они неправильные. Они неправильно выбирают и все неправильно. Но у нас есть такая очень большая глобальная проблема. И заключается она в том, что мы, предприниматели, чаще всего думаем о том, что мы хотим получить при продаже, нежели о том, что необходимо нашему клиенту. И, соответственно, мы пытаемся ему продать то, что мы хотим, а не то, что ему необходимо. И тут и получаются наши проблемы. И как бы мы ни были уверены, что мы делаем правильно, решает всегда клиент. И для того, чтобы мы научились реально классно продавать, а сегодня в условиях карантина, в условиях экономического спада и всего того, что нам только предстоит с вами пережить, а поверьте, это будет очень интересно, потому что 50% просто сдохнут очень быстро. Кто не будет перестраиваться, кто будет пытаться считать, что клиент неправ. Так вот, нам предстоит с этим столкнуться. И сейчас, как никогда, интересно об этом не только поговорить, но и изменить, в принципе, вот этот формат собственной подачи. С чего начать упаковку? Такие вопросы мне начали писать и в личку, и в комментариях, с чего начать упаковку. И вообще, когда мы говорим об упаковке, начинается, ну, сделайте свою страничку, ну, напишите о себе, ни хрена. Первая ключевая задача, которую вы должны понять, а я бы хотела, чтобы вы научились зрить всегда в корень, так вот, вы должны очень четко осознавать, не что вы хотите продать, не как думаете вы, а что нужно вашему клиенту прежде всего. И пока вы не уберете все свои личные заморочки, комплексы, мысли и прочий, вот этот весь винегрет, который есть в вашей голове, а не начнете мыслить максимально, ну, вот как я, так жестенько и трезво, с пониманием того, что клиенту на самом деле нужно это, ничего особо хорошего у вас не получится. Вы можете 300 лет мне рассказывать о том, как у вас хорошо дела, как за вами, как за профессионалом выстраиваются в очередь. Это прекрасно, но это не системно. И, возможно, у одного-двух это работает. Хотя я сомневаюсь, что люди, которые сильно злятся по этому поводу, у них все это так шикардосно работает. Я каждый день получаю сообщения в директ, в инстаграме с вопросами «Подскажите, как упаковаться, меня плохо покупают». Я вот, я вижу эти, простите, жалко выглядящие обращения с моментом «Купите меня», «Хотите я вам» из-за непонимания главного вопроса. Что покупает клиент на самом деле? Вот я не знаю, сколько нужно биться головой об стенку, чтобы вы это осознали, но с этим так или иначе придется работать. У меня есть первая хорошая новость, потому что с первого попадания я выбрала для Алисы школу. Я даже не стала тестить все остальные, потому что у нас прекрасно прошел урок, у нас получился прекрасный педагог, мне прекрасно понравились условия, и все было прекрасно. В целом никаких пока что разочарований или чего-то такого нет. Наоборот, где-то превзошли мои ожидания, да, где-то очень приятно по стоимости, что самое интересное, это стоит дешевле, чем у педагога отдельно, что прикольно для меня оказалось. И при этом подход профессиональный мне понравился. Вот мы часто говорим о том, что вот эти единичные случаи, да, там, единичные педагоги, мы не хотим переплачивать за школы, за системы, за сервис. А почему, собственно, мы не хотим? Что самое прикольное, те, кто говорят переплачивать, переплачивать, это те люди, которые, как правило, пытались устроиться на работу в такие компании, чтобы их продавали, потому что у каждого профессионала есть главная проблема. Я профессионал, например, в английском, но я ни хрена не продажник. И это понятно. То есть мало кто может соединить две опции. И каждый раз вот такие профессионалы обижаются на тех, кто говорят, давай мы будем тебя продавать, но, безусловно, ты будешь нам нормально обошлять денег. Люди обижаются, а хотя я не говорю о том, что тут личный выбор каждого, в зависимости от того, что вы готовы делать, на что вы способны в принципе, но по сути вот эта система, которая позволяет продавать массово, вот как это в школах английского языка происходит, с предподавателями, которых нанимают, она дорогого стоит. Потому что сегодня, ну, если есть возможность того, чтобы для меня это все было системно, в одном личном кабинете, чтобы там были дополнительные материалы, чтобы я видела оценивание своего ребенка, чтобы там было расписание, чтобы там вообще было все, то почему я должна от этого отказываться? Удивительнейшим образом школы, за счет того, что они нагоняют много людей, их задача главная, сгенерировать большой поток людей и потом набрать много преподавателей и все это контролировать, они умудряются делать очень крутую штуку, они умудряются делать очень конкурентную стоимость. И преподаватель в одиночку, естественно, не в состоянии сделать вот такую систему для себя одного, ну, это нецелесообразно, работать так и еще и за такие деньги. У него цена сразу же взлетает. Но почему-то очень многие часто говорят, ну, вот у меня не надо переплачивать, и как же не надо? За вас за одного как раз наоборот и надо переплачивать. Мало того, вашу политику, если вы работаете в одиночку, нужно выстраивать так, чтобы вы стоили дороже, чем, например, образование в школе. Но у вас должны быть весомые аргументы и очень узкая ниша, в которой вы специализируетесь исключительно. И чтобы люди понимали, что, например, вы работаете только с бизнесменами, то есть с людьми, которые могут больше платить, но у вас специально для них есть то, чего нет в других местах. Тогда это будет как бы понятно и объяснимо. В остальных случаях все вот эти наши оправдания выглядят очень жалко. Знаете, а я, а мне, а куда? Поэтому, чтобы вы не продавали, вы сегодня должны начинать с позиции того, что нужно моему клиенту. На самом деле, если вы что-либо продаете для детей, то запомните, что вы продаете не детям, вы всегда продаете родителям. А родители, что бы ни покупали для детей, на самом деле они покупают одно. Первое. Они хотят быть хорошими родителями, поэтому они хотят купить что-то классное, чтобы ребенок выучил английский, чтобы ребенок научился что-то делать. Ну, что-то это связано с чем-то все равно научился. Второе. Родители, когда покупают, они сильно надеются, что они покупают и свое время. То есть я хороший родитель, но при этом я не трачу свое время. Что есть кто-то, кому я передаю своего ребенка, кто в ответе, и будет классный результат, и мой ребенок будет счастлив. Когда, например, мне дают в каких-то школах, где там занимаются мои дети, задания для детей, снимите с ними, еще что-то. Я каждый раз шлю проклятия мысленные, потому что мне, я плачу деньги, и я получаю задания, которые я должна сидеть и выполнять, снимать своего ребенка, мотивировать, заставлять его это делать. Зачем оно мне нахрен надо? Если я плачу деньги, я хочу, чтобы придумали такую систему, так моего ребенка заинтересовали, где я бы вообще к этому не имела никакого отношения, и чувствовала себя при этом хорошей мамой, потому что он все умеет, а я в этом плане не напрягаюсь. За это клиент готов платить деньги. Платить деньги за дополнительный гемор, это я еще так мягенько, я еще все равно всегда со своими детьми, что бы ни задали, стараюсь сделать. А папы, например, они вообще крестятся, папы вообще не понимают, в смысле? Я плачу бабло. Я что, должен на них работать? Папы реагируют всегда очень агрессивно на такие вещи, поэтому будьте с этим аккуратны. Если вы продаете, опять-таки, что-то клиенту, снова понимаете, что он покупает на самом деле. Я, например, каждый раз начинаю чесаться, когда, ну, уже давайте оставим английский язык, когда в этом английском языке мне начинают рассказывать про все времена и про прочие, да, ну, мне все нахрен не надо. Например, я либо еду на шопинг, либо еду на отдых, либо я хочу научиться там выступать, мне нужно какие-то поддерживать бизнес-тусовки. У меня всегда есть только одна проблема – говорить на определенные тематики. Все, у меня нет проблем, present, perfect, continuous, герунги, мне вообще насрать, как это все называется. И поэтому учителя, например, у которого я там занималась английским языком, я к ней пришла только потому, что она сказала – забудьте обо всей этой фигне. Это неважно, как это называется. Ваша задача – научиться говорить. И мы покупаем это. То же самое касается любых абсолютно моментов вещей, товаров и услуг. Когда вы описываете технические характеристики, это никому никогда не надо. Когда вы говорите – я хорошо это делаю, вот многие, кстати, по поводу английского написали – после первого урока со мной, это знаете, как после первой зарядки со мной, после первого тренинга со мной. Но fuck you! А дойдет ли клиент до этого первого? Вы забываете о самом главном, что для того, чтобы он это первое сделал, вот эти ваши сверхусилия, они все для первого. А вы сидите и думаете, ну если он меня попробует, да для того, чтобы в ресторан зашли, нужно сделать хреновую тучу попыток, нужно сделать целый план, нужно постоянно быть на виду. Я не могу сейчас не промолчать, потому что я говорю сразу обо всем, уже это знают. Вот сейчас момент карантина, и сейчас Дима Борисов, ресторатор, лучший маркетолог ever в ресторанном бизнесе, я в этом абсолютно убеждена, делает следующее. Он запустил, он каждый день что-то делает. То есть я уверена, что он это делает не для того, чтобы заработать, он это делает для того, чтобы как-то спасти ситуацию и оставаться на слуху. И третья причина, которая в принципе является первой, потому что мы с ним в этом похожи, как братья-близнецы, он не может не делать. Он не может не делать. Он не может закрыться на карантин, потому что он не может не делать. Что он сделал? Дима Борисов запустил сейчас наборы от 99 гривен на секундочку. Это вообще просто трешняк. Ну просто, я не знаю, тут не про деньги. Наборы с упакованной в вакууме, наборы, с которыми рецептами вы можете приготовить блюда из их ресторана. Что делает Дима? Какой он делает маркетинг? Знаете, какой он? А он садится на свою Теслу и сам занимается доставкой вместе со своей женой. На секундочку. На секундочку. Он садится, конечно, он это снимает, естественно. Каждому ли он это привозит? Нет. Конечно, нет. Но он это делает. И он продолжает работать над своим брендом во все времена. Всегда. Эвер, преэвер. А мы сидим и говорим, ну я такой классный, ко мне, если первый раз попадут, да никогда, мать твою, в первый раз к тебе не попадут. Не попадут. Тебя посоветовала бабка Оля, потом бабка Маша, потом бабка Катя, потом они все умрут, и тебя никто никогда никому не посоветует. Или когда тебе нужно будет много работы, потому что все сейчас от тебя отвалятся, у всех закончились деньги, ты ничего с этим поделать не можешь. И я хочу, чтобы вы думали о потребностях клиента, а не о своих собственных, не о своем собственном эгоизме, не о своей короне. Когда я записываю видео, я записываю их не для того, чтобы вы со мной ссорились, хотя мне крайне полезно, когда вы там устраиваете в комментариях ла-ла-ла, это классно, это поднимает мои видео, я вам за это благодарна. Но я хочу, чтобы вы понимали главное, что похрен, что вы думаете на эту тему. Главное это то, что клиент решает. А я вам делаю большое одолжение многим, как клиент, потому что я вам рассказываю, что клиент думает. Никогда вы сидите и думаете, а что он не покупает, я же классный, вот ко мне, если бы он попал на первое занятие, ну он не попадает к вам на первое занятие, потому что вы големо упакованы, потому что вас никто не знает, потому что вам лень, показывать себя, записывать о себе уроки, контактировать, проводить прямые эфиры, потому что вам влом, мать вашу, влом. У вас то карантин, то срачка, то горячка, то еще какая-то болячка. И все, вам влом. А школам не влом тратить свои бюджеты, школам не влом, у них другая система, это разные вообще картины, школа и педагоги. Но если вы занимаетесь своим бизнесом, то осознайте, что пока вы не поймете четкие болевые точки своего клиента, а не свои собственные, насрать, что вы думаете. Вы должны знать, что думают ваши клиенты. И если клиенту у вас стоит очередь реальная, не вы мне об этом рассказываете, а на самом деле так есть, я вас поздравляю, вы все делаете правильно, ваши пазлы сложились. Но если у вас этого нет, если вы сейчас сидите и думаете, что завтра будет происходить, потому что у вас задница, вы понимаете, что вы весь такой офигенный, вы так классно делаете, но никто об этом не знает, это говорит о том, что у вас хуевенький маркетинг, вы хреновенький маркетолог, вы может быть очень умненький педагог, или кто-то там еще, но с этим делом у вас херово. Поэтому вам нужно слушать то, что я вам говорю, и пытаться понять, пытаться взаимодействовать с аудиторией, пытаться понимать, что клиент сегодня сложный, хотим мало платить, много получать, чтобы все было конкретно, четко и понятно. И самое главное, хочу, чтобы вы твердо понимали, какая у меня, повторюсь, на самом деле есть проблема. Супер хороший педагог, да херово туча всех этих педагогов, да правда. Я хочу, чтобы моему ребенку было интересно. Вот сегодня был интересный опыт, жаль, нет, не жаль. Хотела сказать, жаль, что мы не работаем с ними на рекламных основаниях, а то бы я вам сказала, кто это. Но на самом деле нет, не жаль, потому что, честно говоря, понимаю, что тысячу раз дешевле просто заплатить, просто заплатить, и никого не рекламировать, нежели вот это заниматься этой рекламой. Так вот я вам скажу так, что сегодня было удивительное наблюдение, когда преподаватель моего ребенка внимания взял за 5 минут. Ребенка, который, Алиса у меня сегодня занималась, который сложно идет на первый контакт, такая девочка своеобразная, такая, знаете, заслужите мое доверие. Ребенок через 10 минут сидел, хохотал, смеялся и сказал, да, мама, я хочу заниматься несколько раз в неделю. Это говорит о том, что правильный подход, это говорит о том, что это работает, и это говорит о том, что у такого бизнеса есть будущее. Поэтому думайте, пожалуйста, над тем, какие боли есть у вашего клиента. У меня была боль, чтобы моему ребенку было интересно, а не так, как в школе, когда ребенок приходит, да, ну, благо в школе у нас тоже не такие большие проблемы, но как было в моей школе, когда ты ненавидишь предметы, и этот английский гребаный в частности, потому что ни хера не понятно, потому что тебе главное сдать какой-то левел, и чтобы от тебя навсегда отстали. Поэтому подумайте о болях своих клиентов. Я надеюсь, что вы не обиделись на мою эмоциональность, вы же знаете, что я такая вот девочка горяченькая, я вас страшно люблю, я хочу, чтобы вы продавали, я хочу, чтобы у вас было бабло, потому что я всегда найду, куда вам его потратить. Все, люблю, целую, не болейте, не чихайте. Если чихаете, то помните, что в локоть. Пока.